Здравствуйте, товарищи! Слушайте пролетарские новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Краснодарском крае профсоюз борется за интересы работников нефтеперерабатывающего предприятия. В Приморском крае иностранная компания выплатила долги по зарплате российским морякам. Интернет-дневник Краснодарского края «Живая Кубань» рассказала об увольнении шести сотрудников закрытого акционерного общества «Таманьнефтегаз». По версии сайта, предприятие избавляется от несогласных с новыми правилами начисления заработной платы. В конце марта сотрудники отдела автотранспорта получили уведомление о том, что для них меняются условия трудового договора. По новой издельной системе оплаты сотрудники теряют 30% от привычного гарантированного дохода. Для некоторых должностей такая потеря денег существенна и составляет порядка 25 тысяч рублей. Председатель профсоюзной организации компании Ростислав Щербаков заявляет, что в настоящий момент в ЗАО «Таманьнефтегаз» по 74-й статье уволены 6 человек. Профсоюз готовится подать на собственника производства в суд. Однако тот затягивает дело, не выдавая работникам необходимые документы. Профсоюз готовит заявление и в прокуратуру. Начальство объясняет изменения в системе оплаты проведением военной спецоперации. По их словам, сейчас сложная экономическая ситуация и нужно затянуть пояса потуже. Ростислав Щербаков считает, что статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации «Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, сама по себе незаконна». Незаконна ли сама статья Трудового кодекса, или она неприложима в данном конкретном случае, это решат юристы. А рабочие должны помнить, что право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Рабочий класс может и должен использовать буржуазное право, когда это в его интересах. Однако нельзя надеяться на справедливые законы в буржуазном обществе. «С сильным не борись, с богатым не судись», говорит русская поговорка. Чтобы обеспечить благополучную жизнь для себя и своих детей, нужно самому стать сильным. А стать сильным рабочий человек может, только объединившись со своим трудовым коллективом. Сила пролетариата в организации. Информационное агентство Data сообщает, что в Приморском крае российским морякам была выплачена задолженность по зарплате. Моряки работали по контракту с North-West Ship Management Ltd. на судне Pacific Ray под флагом Доминиканской Республики. Однако зарплату работодатель не выплатил. Общая сумма задолженности превысила 3300 долларов США. Это произошло после вмешательства на Ходкинской транспортной прокуратуры, которая направила в суд исковые заявления о взыскании с компанией работодателя задолженности по заработной плате. Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края удовлетворил требования прокурора по иску. Судебное решение исполнено, задолженность погашена. Прокуратура в России довольно часто в трудовых спорах отстаивает интересы трудящихся. И даже иногда сама инициирует проверки и направляет исковые заявления в суд. Но на прокуратуру надейся, а сам не плашай. Товарищи рабочие, пользуйтесь всеми средствами, которые предоставляет вам буржуазное право. Пишите жалобы в прокуратуру, приходите на прием к прокурору и так далее. Однако помните, что это бег наверх по эскалатору, который идет вниз. Буржуазия всегда найдет способ обмануть рабочих и эксплуатировать их дальше. Отдельные капиталисты на своих предприятиях могут изменить способ оплаты труда на выгодный им. Коллективно капиталисты могут изменить законодательство под себя, потому что государство – это аппарат насилия в руках правящего класса. Чтобы стать хозяевами своей судьбы, товарищи рабочие, организуйтесь в профсоюзы. Заключайте прогрессивные коллективные договоры. Создавайте советы. С вами была Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.